Когда мать привела 9-летнего Колю Заболоцкого наступить на экзамен в Ржумское реальное училище, там стояла толпа учеников, родителей, и кто-то из присутствующих сказал, ну, этот сдаст. Смотрите, лоб какой обширный. Мы было 9 лет тогда, или 10. Он действительно выдержал это испытание, сдал экзамены, хотя потом вспоминал, что у него не получалась трудная задача арифметическая, и он даже всплакнул над решением этой задачи, пока не подошел учитель и ткнул пальцем ошибку. Он справил эту ошибку и поступил в Ржумское реальное училище. Надо сказать, что те задачи, с которыми он сталкивался в жизни, оказались не в пример сложнее той школьной. Вообще русская поэзия была бы менее полнозвучной и, может быть, менее удивительной, я имею в виду поэзию 20 века, если бы в ней не существовало такого феномена, как феномена Заболоцкого. Действительно, я не знаю другого такого художника, трудно назвать, который бы в начале и в конце своего пути явил бы такое разительное, ну, видимое внутреннее несходство. Термин «эволюция» здесь слишком академичен для описания вот этого явления, потому что вообще поэтическая цельность Заболоцкого, а мы внутренне не можем не ощущать этой цельности, эту цельность трудно объяснить, исходя исключительно из литературы, и только из литературы. Его опыт имеет отношение к чему-то, выходящему за пределы искусства. И само это искусство находит в опыте Заболоцкого очень важное для себя оправдание. Вот в одном из своих программных стихотворений «Метаморфозы» он писал, «Чтоб кровь моя остынуть не успела, я умирал не раз, о сколько мертвых тел я отделил от собственного тела». То есть метаморфозы, изменения, изменения. Ну, вот спрашивается, возможно ли подобные превращения в области духа? Ну, его судьба, духовная судьба, неотделима от его биографии, конечно, ну, как у всякого художника. Он родился под Казанью, где его отец Алексей Агафонович Заболоцкий, не Ц, а Т, а вообще правильно произносилось Заболоцкий, фамилия была родовая, работал агрономом, сам он был из крестьян. Вот, как говорил потом Николай Алексеевич, что его отец как бы был на полпути от крестьянства к интеллигенции. Потом семья, когда исполняется Николаю 7 лет, переезжает в село Сернур Уржумского уезда. Это линейку от Вятки, уржумских мест. 60 километров до железной дороги. Глуш, провинция. Кстати, Николай Заболоцкий был первенцем в семье, где было 6 детей. Вот эти детские впечатления он прожил довольно долго, в этой глубинке. То, что Пастернак назвал детство «ковш душевной глуби», вот, конечно, из этого «ковша душевной глуби» Николай Заболоцкий почерпнул очень многое. И вот эта основа, природная основа, конечно, не могла не сказаться в его дальнейшей поэзии. Ну, с одной стороны, природа, с другой стороны, отцовский шкаф, набитый книгами. Отец мало читал, но много покупал. Там стояли предложения к Ниве, другие книжки. Заболоцкий читал с детства очень много. И когда потом уже его веселый приятель Хармс придумал такую остроту искусства, как шкаф, это уже в период бури и натиска, когда появились абериуты, так вот, может быть, имелся в виду тот самый отцовский многоуважаемый шкаф, который стоял в детской комнате Заболоцкого и который служил одним из источников того, что потом стало с поэтом Заболоцким. В 20-м году, значит, когда ему восполняется 17, он уезжает в Москву. Ну, революция сорвала с мест многие тысячи русских мальчиков, которые рванулись с окраин, из этой экумены, огромной культурной экумены, центр, столицы. Он приезжает в Москву в 20-м году и поступает в Московский университет на историко-филологический факультет и одновременно на медицинский. Не по любви к медицине, хотя он был очень внимательен вообще, ну, скажем так, к телесному началу человека. Этот интерес у него всегда был очень велик. Но он поступает в медицинский, потому что там давали колоссальный по тем временам паек. Я не помню точно, что чуть ли не 400 грамм хлеба в неделю. Все-таки. Давали паек, и он, значит, вот в этой голодной Москве жизнь не задалась. Он некоторое время там работает, учится, и потом возвращается в Уржум, и едет вторично, уже в 21-м году, едет в Петроград, где поступает в Герценовский педагогический институт, который и заканчивает. 17 лет его жизни связаны с городом на Неве. Вот что происходило в Петербурге, позднее в Ленинграде, в начале 20-х годов. Это период штурма и натиска. Это период рождения огромного количества школ литературных. Ну, в Москве владычествует Маяковский в политическом музее, к которому, надо сказать, Заболоцкий относится очень сдержанно. В то же время он в одном из писем признается в неодолимом влечении к поэзии Мандельштаба. Вот это ранняя учеба. В Петербурге в моду входят серепионы, серепионовые братья. Вот эта группа знаменитая. Зоченко, Каверин, позднее Танянов, Тихонов и прочие. Они друг друга приветствуют, здравствуй, брат, писать трудно. Тем не менее, писали много и, как правило, хорошо. Вот в поэзию входило поколение молодых ищущих, я бы даже так сказал, восприимчивых к мировому гулу молодых талантов. Огромное количество разнообразных платформ появилось. Все делалось как бы заново, впервые. Вот его величество эксперимент становится признаком хорошего литературного тона. Эксперимент, в том числе эксперимент в живописи, в литературе и так далее. Сознавая себя участником этого нового, рвущего с традицией литературного призыва, неотягщенной грузом родовой культуры, Заболоцкий, как всякий неофит, старается избавиться от бремени непрестижных провинциальных пристрастий. Он обращается к крайне левой тогдашнего искусства. И вот еще такая веха на его пути – это организация Абериум. Объединение реального искусства. Или, как позднее он шутил, объединение единственного реального искусства. Ну, туда вошли многие его сочувствователи, его друзья. Это, в первую очередь, Хармс, Бехтерев, Веденский, конечно. Позднее туда примкнул Олейников и другие. Вот эта петербургская группа Абериум, которые являются перед публикой совершенно эпатажно. Ну, Хармс в длинном сюртуке, такого английского вида. Предельно вежливый, поражающий окружающих своей вежливостью. В круглой английской шляпе, шапочке такой. Но, тем не менее, с зеленой собачкой, нарисованной на щеке. Что, в общем, было литературной реминесценцией, отсылающей к футуристам. Потому что Каменский, например, выступал в свое время с Маяковским и с другими футуристами. У него на щеке был изображен аэроплан. То есть, вот таким образом, как бы, поддерживалась традиция. Надо сказать, что поведение абериутов заключало все это бескорыстное игровое начало, которое еще со времен Арзамаса, Пушкинского Арзамаса, свидетельствует о серьезности литературных намерений. Ибо всякое крупное, серьезное литературное движение в 20 веке, я даже сказал художественное движение, начинается с игры. С игры, с пародийности некоторой, с несерьезности некоторой. И потом превращается в школу. Вот облик Заболоцкого. Он появлялся на эстраде в полинявшей гимнастерке. Он тогда служил в армии. Два года, 26-27-го, около года он проходил сборы под Ленинградом. То есть в армейской форме, в сапогах кирзовых. Его светлые волосы были так аккуратно расчесаны на пробор. С лица не сходил всю жизнь, ну может быть за исключением его пребывания в мрачных пропастях земли, нежный детский румянец, о котором свидетельствуют все воспоминаатели. Вообще его внешность была как бы антипоэтической. Он был похож на студента, на медика, на бухгалтера в последние годы. То есть в его облике не было ничего богемного. Ничего напоминающего богему, ничего байронического, ничего романтического. То есть это вызывало подозрения. Его можно было принять за кого угодно, но только не за избранника мус. Стихи он читал спокойно. Манера чтения была очень спокойна. Без всяких признаков музыкального удушевления, как было принято в начале 2000-х годов. Без завываний, без форсирования звука. Очень спокойно, внятно, как он сам был человеком очень внятным. Также спокойно и внятно он оглашал сочиненную им декларацию, которая была программой Абериутов. Декларация странная, обычная для тех лет, где чаще всего употребляется слово предмет. Ну что, предмет. Мы расширяем и углубляем смысл предмета. Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи. Посмотрите на предмет голыми глазами. И так далее, и так далее. Ну, предмет слова, которое можно обнять все сущее, но которое само по себе ничего не значит. Когда в 1929 году выходит первая книга Заболоцкого, он уже имеет некоторую славу в узких литературных кругах Ленинграда. Особенно вот эта слава укрепилась, когда в 1927 году состоялся вечер в Институте истории искусств. На этом вечере присутствуют лучшие умы тогдашнего Ленинграда, лучшие гуманитарные умы. Присутствуют Жермунский, Тынянов Юрий, Томашевский, Шкловский, Щерба, Ихенбаум, Каверин. С Каверином и с Тыняновым в последствии у Заболоцкого сложатся тесные дружеские отношения. И выступает Хармс, выступает Веденский, выступает Заболоцкий, который имеет успех со своими странными стихами, которые потом войдут в эту первую книжку «Столбцы» 1929 года, которая должна была подкрепить не слишком вразумительную теорию достаточно сильными художественными доказательствами. Ну, надо сказать, что книжка вызвала порядочный скандал. Это выражение самого Заболоцкого. У нее появилось немедленно, появились и страстные поклонники, и яростные хулители. Надо сказать, что и тех, и других можно понять, ибо русская поэзия не знает ничего подобного. Не знает ничего подобного. Вот откройте «Столбцы». Ну, есть две редакции. Есть ранняя редакция «Столбцов» от 1929 года. Есть поздняя редакция, когда в 50-е годы Заболоцкий, надеясь переиздать эту принципиально не переиздаваемую для тех лет книгу, вносил поправки и, как правило, ухудшал текст первоначальный, к сожалению. Поэтому, конечно, мне кажется, что к художественным отношениям нужно ориентироваться на первый вариант, то есть на первое издание «Столбцов», которое включало в себя, по-моему, всего 22 стихотворения и имело небольшой тираж, 1200 экземпляров, то есть небольшой для того времени, но для нашего времени вполне солидный. Стихотворение «Движение». Сидит извозчик, как на троне, Из ваты сделана броня, И борода, как на иконе, Лежит монетами звеня, А бедный конь руками машет, То вытянется, как налим, То снова восемь ног сверкают В его блестящем животе. Позднее литературоведы будут говорить о детском зрении Заболоцкого. У него действительно было обостренное зрение. Очень. О голом зрении Заболоцкого. Отметят его учебу у Хлебникова, что, несомненно, конечно. Ну, укажут на связь с кино, с кинематографом. Там действительно это есть. Обнаружат перекличку живописной манерой Питера Брейгеля-старшего, Андре Руссо, Марка Шагала, Ну, и особенно, конечно, влияние Павла Филонова, С которым он был дружен. И Филонов, как художник, конечно же, оказал у нас Болоцкого, На его поэтические приемы очень мощное воздействие. От ультрасовременных столбцов протянут нити К архаическому 18-му столетию, К Ломоносову, к Державину, К Григорию Сковороде. Все это так. Однако следует добавить, что у Заволодского были и другие предшественники, Может быть, не столь очевидные. Я приведу конкретные примеры, чтобы не быть голословным. Об этом мало писали, на это не обращали внимания никогда, Но это так. Ну, вот посмотрим. Стихотворение «На лестницах». Одно из самых знаменитых стихотворений. Один лишь кот в глухой чужбине сидит, задумчив, не поет. Сквозь дверь он чувствует квартиру, Где труд дневной едва лишь начат. Там от плиты и до сортира лишь бабье туловище скачут. Там примус выстроен, как дыба. Там трупы вымытых животных лежат на противнях холодных. Ну, что-то до боли знакомое, я бы сказал так вот, по-актерски выражаясь, Здесь ощутимо. Чья это интонация? Какие дремлющие видения вызывают эти тихи в нашей поэтической памяти? И возможно ли это? Ну, послушаем. Идет направо, песнь заводит. Налево сказку говорит, то, что мы знаем с детства. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, Там на неведомых дорожках следы невидимых зверей. Ну, там чудеса, разумеется, эти чудеса совершенно иного свойства, чем у Заболоцкого. И если отвлечься, он даже напоминает еще одного ученого-кота, бегемота, Если уже продлить эту аналогию литературную, О которой Заболоцкий тогда еще не догадывался, В момент его будущих гастролей. Ну, послушайте, вот помните случай с Жоржем Бенгальским во время концерта, Когда бегемот отрывает ему голову. А вот что написано в столбцах. Шарахаются бабы, но поздно кот на шею сев, Как дьявол бьется о зверев, Рвет тело, жилы отворяет, Когтями кости вынимает. То есть, создается впечатление, Что Заболоцкий сознательно ориентируется, Или ориентирует нас на пушкинское сказочное пространство, Сталкивая с ним свою антисказку, Довольно страшную антисказку. Нарочно приземленный, физиологический, Или физиологичный, правильный, мир столбцов, Он кривозеркален по отношению к пушкинской гармонии. И в этом смысле он, конечно, антиэпичен. Но важно, что при всем своем убожестве Этот мир столбцов хранит в себе воспоминания о должном. О прекрасном и должном. Ну, конечно, вот это бытие, запечатленное в столбцах, Оно пропитано миазмами этого быта, Мещанского быта, полуживотного быта, Над которым словно ангел парит на крылышках мораль, Пишет Заболоцкий. Быт этот призрачен, зловещ, Полон зловещих подробностей, И не одушевлен никакой общей идеей. Это псевдосуществование, где нет невысокого звездного холода, Ни тепла домашнего очага. Это не сама жизнь, это пародия на жизнь. То есть столбцы как бы свидетельствуют о пародийности самой жизни. Ну, позднее вот критики, пытаясь как-то пригладить столбцы, Оправдать их, как-то вписать их в общую традицию, Говорили, что вот, мол, в столбцах у автора есть прекрасные натюрморты, И что там есть фламандская школа. Фламандская школа как бы с полотен мастеров перешла на книжные страницы. Я думаю, что эта версия очень-очень сомнительна. Ну, посмотрите. Сверкают саблями селедки, Их глазки маленькие кротки, Или, скажем, И мясо властью топора Лежит, как красная дара. Все это не имеет с фламандской живописью, Мне кажется, ничего общего. Здесь совсем иное устройство зрения. Потому что кротость селедочных глаз Выдает тайную неполноценность Этого роскошного царства жратвы. Его, так сказать, моральная ущербность. То есть, бывший ученик реального училища из города Уржума Воссоздает мир тем менее достоверный, Чем более насыщен реальными, реальными какими-то вещами Или приметами своего материального избытка. Вот такая странная в столбцах происходит вещь. Ну, озадачивает само название книги. Почему столбцы? Заболоцкий давал такое объяснение. Он говорил, что в название он вкладывает понятие дисциплины, порядка, Всего того, что противостоит стихии мещанства. Ну, о странном названии книги спорят до сих пор. Но давайте обратимся к первоисточникам. Что говорит Даль? Столбец, свиток. Когда не сшивали бумаги, тетрадью, А подклеивались снизу, лист к листу, То каждый отдельный свиток назывался столбцом. Летопись в столбцах. Есть еще другое обозначение. Набор, печатный в столбцах, в гранках, Неверстанный, в странице. То есть это еще до книга, предкнига. Нечто промежуточное между книгой и рукописью. Но я уже не говорю о том, что до появления первой русской газеты, Когда царям подносили известия из посольского приказа, Это называли столбцы. То есть тут очень многозначное название столбцов. Конечно, это литературное название. Но оно имеет много значений и много версий. Столбцы. Ну, летопись в столбцах. Но где же сам летописец? Вот критика отмечала, с некоторым удивлением и изумлением, Что в столбцах произошло нечто удивительное. Там отсутствует лирический герой. Вот мельтешение предметов, пир предметов, пир вещей. Но отсутствует сам как бы автор, виновник вот этого столботворения. Что мир предметов приведен в действие какой-то безличной силой. Но существует лирическое отношение к происходящему. Лидия Гинзбург, одна из самых проницательных литераведов этого века, Замечает, что в стихах Заболоцкого авторское «я» спрятано. Оно присутствует только как лирическое сознание, как отношение к миру. Ну, это уже не так мало. Это уже не так мало. Когда Заболоцкий пишется в свадьбе, «Прямые лысые мужья сидят, как выстрел из ружья», Строчка потрясающая. Это не только образ, но это авторская оценка, конечно. Она вызывает немедленный смех, что, собственно, и требовалось по сюжету. То есть, я вообще хочу сказать, что как в «Гоголевском ревизоре» Смех является положительным героем, по словам самого Гоголя, По мнению сложившемуся. То же самое происходит и в «Столцах». Вот посмотрите. «Но вот все двери растворились, Повсюду шепот пробежал. На службу вышли Ивановы В своих штанах и башмаках. Пустые, гладкие трамваи Им подают свои скамейки. Герои входят, покупают Билеты в хрупкие дощечки. Сидят и держат их перед собой, Не увлекаясь быстрой ездой». Это очень смешно не только потому, что картина сама по себе вызывает улыбку. Ведь главный эффект комический достигается тем, Как об этом сказано. Как об этом рассказано. Перед нами, по позднейшему выражению Заболоцкого, стих, почти не похожий на стих. С безрифм или с полурифмами, С сдвинутым метром, С исчезновением рифмы, С шокирующими прозаизмами, И, наконец, с канцелярской скроговоркой, Вот в последней строке. То есть стих, который расползается на наших глазах, Неуклюже пытается сохранить видимость благообразия. То есть, что это такое? То есть стихотворная речь становится не только средством осмеяния, Но и его объектом в данном случае. Это было очень смело так, вызвать огонь на себя, как на автора. Тут пошел в народе ужас. Все свои хватают шапки и бросаются наружу, Имея девок полные охапки. Когда жена Антокольского, Зоя Бажанова, А по другим сведениям сам Антокольский, Впервые услышали стихи Заболоцкого, молодого, То Зоя Бажанова якобы воскликнула, Да это же капитан Лебяткин. То есть, имея в виду героя Достоевского, Из бесов, Который сочинял бесподобные стихи, О которых я в свое время писал, И которые, по моему мнению, являются, Как бы дают новый поворот в русской поэзии совершенно, Новые возможности в русской поэзии. Идиотические стихи Лебяткина. Ну, вспомним его лирические упражнения. «Краса красот сломала член, И интересней вдвое стало, И вдвое сделался влюблен, Влюбленный уж немало». То есть, трагикомический персонаж Достоевского Пытается выразиться как можно изящнее. Но сам он эстетически глух. Так уж получилось. И соединение двух этих обстоятельств Рождает рифмованных монстров. Заболоцкий избирает для описания Своей циркачки Очень схожий тип сознания. Герой-повествователь Трепещет, Эротически трепещет, я бы даже сказал, И спешит излить свое томление В литературно приличных формах. Вот, пожалуйста, циркачка. «Ну вот, одежда беспокойства В круг тела складками легло, Хотя напрасно, Членов нежное устройство На всех впечатление произвело». То есть, это, конечно, графомания, Но это сам стиль речи Является объектом осмеяния. Предмет речи. И вот, что пишет, замечает, На по этому поводу Та же Лидия Гинбург. «В качестве языка любви, Любовной лирики, Галантерейный язык Выражает сознание людей, Уверенных в том, Что на месте ценности мерзость, Но что в хорошем обществе О мерзости говорят так, Как если бы на ее месте Была ценность». Это язык подложной эротики, Мещанского эстетизма. Это совершенно справедливо. Но в самом деле, Тут девочка-пресветлый ангел Виясь плясала вальс-казак. Прелестный образ И почти что нагишом. Ну, герой бесов, Лебяткин, Адресуя свои лирические излияния Елизавете Тушиной, Тоже не скрывает своих, Так сказать, серьезных намерений. «Тогда брачных и законных Наслаждений желаю, И вслед ей вместе с матерью Слезу посылаю». Девки из цирка Тоже жаждут матримониального исхода И покорно сносят Поэтому приставания Своих нетерпеливых кавалеров. Она же к этому привыкнув, Это Заболоцкий уже, Она же к этому привыкнув, Сидела тихая, не пикнув, Закон имея естества, Она желала сватовства. Ну, как сказал Лебяткин, Любви пылающей граната Лопнула в груди Игната. Это та же стилистика, Та же стилистика. Та же стилистика. И, конечно, стилистика Сугубо пародийная. Но, кстати, Когда вот Заболоцкий Услышал это высказывание Зои Бажановой Относительно Лебяткина, Он, немало не смутившись, Ответствовал, Что стихи его вовсе не пародия, А он так видит. И он, в общем, говорил правду, Конечно. Ибо в его Системе Отстраняющей, Остраняющей Реальность Лебяткинская Существует, Как один из рабочих приемов. Вот косноязычная, Дефективная, Подчеркнуто, Нелитературная Стилистика Столбцов Призвана была оттенить Неблагообразие того, Что изображалось. Неблагополучие мира. Некий провал мирового смысла. И богатейшие возможности Графомании, В которой всегда есть Нечто клоунское, Передергивающее, Невольно пародирующее Серьезное действие. Все это используется Заболоцким Для дискредитации Графомании Другого рода. А именно Для дискредитации Бессмертной Мировой пошлости. Потому что Это самая Антипошлая книга, Я бы сказал, В русской поэзии 20 века, Где пошлость Обличается Не с романтических Позиций. Не с позиций Как бы Он как Маяковский Громил Скажем, Громил Пошлость Или мещанство С целыми циклами Своих стихов. А изнутри Языком Самой пошлости Вот это Вот такого Таких вещей В русской поэзии Не было До Заболоцкого. Вот такого Вживания В предмет Перевертывания Предмета Такого не было. Кстати, Он после И до выхода Столбцов Он уже работает Как литератор Особенно сближается С группой Детских поэтов Он знакомится Со Шварцем С Олейниковым Как я уже говорил Наконец Он близок К журналам Ёж и Чиж И пишет Туда детские стихи Детские стихи Он тогда пишет Под псевдонимом Яков Миллер По-моему Яков Миллер Он Кстати, довольно трудно У него была жизнь Вот когда он Еще учился В пединституте Герценовском То чем он зарабатывал Он зарабатывал Как грузчик Он Разгружал На Вокзале Вагоны Он этим жил Тут появляется Уже литературный заработок Но что интересно Он все умел Потом сын поражался Как он все умеет Делать руками Клеить коробки Для папиросных принадлежностей Для письменных занятий Это Это конечно Закваска Детства Закваска Лагерей Несомненно Он выжил в лагерях Потому что Он все умел делать руками Он был человек Человеком Не только парящего духа Но человеком Знающим Знающим Объем Протяженность И смысл предметов Не только в смысле поэтическом Но в смысле Совершенно реальным Он был человеком Очень реальным Реалистическим Он продолжает писать Происходят большие изменения В его личной жизни Он женится на Екатерине Васильевне Клыковой Которой он знаком Много лет И которая примыкала К их литературному кружку Там сложный шел роман Он много лет за ней ухаживал У них существует Значательная переписка Вот Она опубликована Он ей делает предложения Сначала шутливые стихи Потом серьезные Потом она отказывается От предложения Ну Были такие моменты Но в конце концов Они счастливо Сочетаются браком Который выдержал Самые страшные испытания Которые могут быть для брака А именно разлуку Тюрьму Безумие И так далее Он становится Профессиональным литератором Его Столбцы вызывают Ну скажем Большую Негативную критику И когда в 32-м году Выходит Его поэма Торжество земледелия Странная поэма Ведь он как бы Покидает Стогнеграда Он Поэт-урбанист Столбцы Это как бы Книга о городе Но уже в 26-м году Он пишет Такое странное Сихотворение Которое не включает Столбцы Лицо коня Лицо коня Не морда Лицо коня Лицо коня Прекрасней и умней Он слышит Говор листьев и камней Внимательный Он знает Крик звериный И ветхой рощи Рокот соловьи То есть Автор Столбцов Как бы Обращается К природе Которая может По его мнению Противостоять Скучному миру Ивановых И вот В стихах Заболоцкого Конца 20-х Начало 30-х Годов Природа Иногда выступает В виде такой же Условности Как и город Тут природа Вся валялась В страшно диком Беспорядке С другой стороны В торжестве Замеледеля Да Тут еще Обращение К природе Сначала Связано С некоторыми Шутливыми Такими Подходами Ну вот Знамятое Сихотворение Которое Он посылает Невесте Письме Которое Крыс И так далее Ну Что Как бы Это вообще Была его Излюбленная теория Которое Он думал Всю жизнь О единстве Всего живого О бессмертии Природы И когда он Нашел Некие Сходные Мысли В работах Целковского Он ему Послал письмо И Целковский Ему ответил Это было уже Позже Вот О превращении Вещества Вот Мысль О бессмертии О том Что Неживая Немыслящая Природа Должна подняться К полному Сознанию В том числе И звери И растения Эта мысль Преследовала Заболоцкого И в торжестве Земледелия Как раз Это и есть Вот На смену Скажем Самодовольным И не рассуждающим Ивановым Явились Такие Рассудительные Тугодумы Я бы даже сказал С начатками Застенчивой Положительности Мужики Нехороший Но красивый Это кто Глядит на нас То мужик Неторопливый Сквозь очки Уставил глаз Вот эти разговоры В торжестве Земледелия О всем сущем Торжество Земледелия Было объявлено Кулацкой поэмой Причем Объявлено С очень высоких Трибун Чуть И невредительством Была объявлена Эта поэма Нужно Сорвать С Заболоцкого Эту маску Блаженного Оторванного От коллектива Занимающегося Чистой поэзией Мастера Юродивого И говорили Что тем опаснее Заболоцкий Что он истинный поэт Тем опаснее Для пролетариата Для советской действительности Ну название Под маской Юродства Это статья Появляется Статья Ермилова В правде Разгромная После чего Очередная Книга Заболоцкого Уже подготовленная И собранная Им за С 29 по 32 Год Рассыпается Книга Не выходит Книга Не выходит Ну О чем же Толкует Заболоцкий На самом деле Он толкует Ну Как бы Вот его В его странных Прозрениях Можно смотреть Более общий смысл Когда Пушкин говорит И внял я небо Содраганья И горний ангелов Полет И гад морских Подводный ход И дольни лозы Прозябания Это пушкинский пророк В момент озарения Ощущает свое Ну скажем так Экстатическое единство Со всем миром Со всей живой природой Со всем макро И микрокосмосом Растения И животное Заболоцкого Проделывает Как бы Обратный путь В обратном направлении Из сумеречных глубин Такой глухой Неодухотворенной Материи К материи мыслящей Вот собственно Задача Заболоцкого То есть Приобщить Всю природу К разумной Мировой жизни То есть Волшебная сказка Всех времен И народов О превращении Всего во все Всего сущего Эта сказка Получает у Заболоцкого Собственное Поэтическое толкование Все это Объявляется Кулацким Антисоветским И так далее Это первое предупреждение Позднее Заболоцкий Разделит Свое творчество На два этапа До 32 года И после 32 года Вот это рубеж В 47 году Он напишет Программное Сихотворение Я не ищу Гармонии в природе Я не ищу Гармонии в природе Разумной Соразмерности Начал Ни в недрах Скал Ни в ясном Небосводе Я до сих пор Увы не различал Как свой нравен Мир ее дремучий В ожесточенном Пении ветров Не слышит Сердца Правильных Созвучий Душа не ищет Стройных Голосов Когда огромный Мир противоречий Насытится Бесплодной Игрой Как бы Прообраз Боли Человечий Из бездны Вот Встает Передо мной И в этот Час Печальная Природа Лежит Вокруг Вздыхая Тяжело И немилая И дикая Свобода Где добра Где от добра Неотделимо Зло Ну В природе Добро Неотделимо От зла Может ли Это происходить В сфере Искусства То есть Рано или поздно Искусство Ставят Художника Перед выбором И вот Мне кажется Что Совершенно Сознательно Заболоцкий Выбирает Добро Он Выбирает Добро Не в качестве Утешения Или ухода Скажем От реальной Действительности От реальной Трагедии Бытия А как Поэтическую Необходимость Как Поэтическую Необходимость Как Противопоставление Вот этому Мировому Хаосу Иными словами Добро Это как Начало Музыки И Как Смотрите Меняется Звук Во второй Половине Тридцатых Годов Звук Меняется Меняется Тон Тональность Совсем Иная Музыка О сад Ночной Таинственный Орган Лес Длинных Труп Приют Виолончелей О сад Ночной Печальный Караван Немых Дубов И Неподвижных Елей Он Целый День Метался И Шумел Был Битвой Дуб И Тополь Потрясением Сто Тысяч Листьев Как Сто Тысяч Тел Приплетались В воздухе Осеннем Железный Август В длинных Сапогах Стоял Вдали С Большой Тарелкой Дичи И Выстрелы Гремели На Лугах И В воздухе Мелькали Тельца Мгновенный Пламень Звездного Осколка Никогда не поверишь Что это написал Автор Столбцов Тем не менее Единство Есть Внутреннее Глубокое И Я об этом Еще скажу И Дело Даже Не в том Что ситуация Тридцатых Годов Не способствовала Утверждению Тех Принципов На которых Написаны Столбцы Вот Сама Логика Поэтического Движения Заболоцкого Обратила его К общим Для всей Русской Культуры Источником В старениях Тридцатых Годов Он пытается Спасти Свою Еще Литературную Репутацию Он пытается Вновь Войти В литературу Он пишет Замечательное Сихотворение По изобразительной Мощи Очень сильное Горийская Симфоника Где Не упоминая Имени Сталина Тем не менее Дает Вот Такую Мощную Природную Картину Тех Истоков Откуда Вышел Вождь И вот Конечно Вот когда я говорю Что его Мысль Мысль О бессмертии Его беспокоила Как она беспокоила Толстого На другом плане Конечно Он не был Человеком Религиозным Забалатский Но он Был человеком Чрезвычайно Чувствующим Бессмертие Природы Я немножко вернусь Вот Бессмертие Природы Он Не принимал Смерть Как абсолютное Уничтожение И верил Что Бессмертие Заложено Так Если можно так Выразиться В природе Самой природы Заложено Бессмертие Вот у него Стихи есть И я живой Скитался Меж холмами Входил Без страха В лес И мысли Мертвецов Прозрачными Столбами Вокруг меня Вставали до небес И голос Пушкина Был над водой Услышан И голос Пушкина Был над листвой Услышан И птицы Хлебникова Пели у воды И встретил Камень я Был камень Неподвижен И проступал В нем Лик Сковороды Григория Сковороды Философ Как это перекликается С Гетте Вот Экерман записал Однажды Воссказывание Гетте 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 Я не сомневаюсь Наше существование Будет продолжаться Ибо природе Не обойтись Без того Что понимают Под энтелихией Ну энтелихия Это по Гетте Некая целенаправленная Жизненная сила Существующая В человеке Но бессмертны мы Не в равной мере И для того Чтобы в грядущем Проявить себя Как великую энтелихию Надо ею быть Записывает Экерман То есть Наше бессмертие Как бы зависит От нас самих Вот насколько мы бессмертны Насколько этот потенциал Бессмертия мы накопили В течение жизни Настолько мы будем Бессмертны После смерти Ну так Примитивно можно выразить Мысль Мысль Гетте Он был очень ироническим Человеком Заболоцкий И он входил в круг Чрезвычайно иронических людей Он писал огромное количество Шутливых стихов К сожалению Не все до нас дошли Но есть стихи замечательные Шутливые И ранние И поздние При всей такой Своей серьезности Внешней И вот в 37 году Выходит вторая книга Видимо тут помогла Горийская симфония Напечатанная в известиях Она все-таки Сыграла свою роль Это было Это Как бы он исполнил Внутренний политический заказ Он спас Вытащил свою вторую книгу Именно в эти годы Вот с выходом второй книги Которая конечно Не могла его прокормить Он начинает новое для себя дело Он уходит в переводы Но Тучи сгущаются В 37 году Арестован и расстрелян Олейников Закрывается журнал Чиж Гибнет Тициан Табидзе В заключение Друг Заболоцкого Хотя сам Заболоцкий Как бы Человек Ну внешне Аполитичный Тем не менее Наступает Катастрофа 19 марта 38 года Его вызывают Союз писателей Там его ждет Человек Который Вместе с ним Следует К нему на квартиру Он занимал тогда Небольшую квартиру Ленинградскую И в присутствии Понятого дворника И Пишкина Производится Повальный обыск В его квартире То есть Гром среди ясного неба Хотя 38 год 19 марта 38 года Хотя этот год Когда каждый Интеллигент И неинтеллигент Мог ждать Такой развязки Для Заболоцкого Это неожиданность Перерывают Его рукописи Книги Слава богу Что Обыск Проводился Не очень качественно И не полезли В кушетку Где Среди других Рукописей Лежала Деловая Какая-то записка Бухарина Ее не нашли Это 19 марта А 15 марта Расстрелян Бухарин Рыков И их подельники Это происходит Через 4 дня После расстрела Вот этого После этого процесса И расстрела Этих людей 4 дня назад Ему шьют Выражаясь языком Того времени Бухарин Бухаринско-Троцкистский заговор Даже не заговор Организация Бухаринско-Троцкистской Группы Которую возглавляет Никто иной Как Тихонов Николай Тихонов Который не арестовывается Который остается на свободе Идут долгие допросы И когда его начинают Бить И он ссылается На только что принятую Конституцию Забаловский ссылается На только что принятую Недавно В прошлом году Сталинскую Конституцию Следователь Говорит ему Замечательную фразу А его бьют И в этом большом доме Вот Известный дом НКВД То он ему отвечает Действия Конституции Кончаются у нашего порога Его допрашивают сутками Не давая встать Он сидит Ноги его распухают Он рвет на себя ботинки Потому что это Четыре-пять суток Четыре-пять суток Он сидит Его допрашивают Ну конвейер Конвейерный способ Известный Докрец его бросают в камеру Избивают И вот что интересно Забаловский Категорически отрицал свою вину Ничего не подписал Не признал ничего А в камере он пытается бороться Ему кажется Что его хотят убить И он Железной кроватью Подпирает Выходную дверь Замок Они не могут вломиться Они выбивают Дверь камеры И загоняют его в угол Струей Жгучей воды Струей воды Потом страшно избивают После чего Начинается Естественно После таких вот Газерсисов Начинается Помутнение сознания Изоболотский Который не знает В чем его обвиняют Собственно Попадает На 10 дней В психиатрическую больницу 10 дней он проводит В этой больнице К нему относятся Гуманно Пытаются поставить его на ноги И дают заключение Через 10 дней Заболотский Заболотский Она перенес Острое психотическое состояние По типу реакций С перемежающимися Сумеречными изменениями сознания В настоящее время Заболотский Душевно здоров и вменяем Что звучит Конечно Поразительно Проявляет черты Невропатии Такой диагноз После чего Его уже правда Не бьют Но Положение его Ухудшается Потому что Другие заключенные Писатели Бенедикт Лившиц Писательница Тагер Не выдержав пыток Которыми Их подвергали Дают Компрометирующие Показания На Заболотского Что он был участником Некой мифической Троцкистко-Бухаренской Группы Возглавляемой Тихонов Дают такие показания Но самое страшное В этой истории Это роль Люсичевского Я помню его Люсичевского Лично Моя первая книга Выходила в издательстве Советский писатель Когда Люсичевский Был директором Этого издательства Уже тогда Ходили слухи О его неблаговидной роли В деле Заболотского И в некоторых других делах Ленинградских Он тогда был начальником Издательства Советский писатель Я имел с ним разговоры Ну вот недавно Всплыли документы Люсичевский дал Крайне отрицательное Доносительское заключение Как консультант литературный На творчество Заболотского Где прямо сказал Что это творчество Антисоветское Контрреволюционное То есть речь шла Его не спрашивали Там о группе Его спрашивали О менталитете Заболотского Каков он Как человек И поэт Люсичевский И Николай Васильевич Читал Крайне отрицательное Заключение Которое сыграло Роковую роль Ну Вообще Сохранились Написанные уже В 50-е годы Воспоминания Самого Заболотского О этих Долгих месяцах Заключения И вот он Оказывает Как тюрьма Раскрывает Человека Кто есть кто Видно сразу В набитой Камере Как кто себя ведет Там были люди Впадавшие в истерику Царапавшие себя Грудь Гвоздями Отчаявшиеся Совершавшие Совершавшие Совершенно непотребные Поступки На глазах У всей камеры Он об этом пишет Не выдержившие Ночные допросы Подписывшие Все что им Давали подписывать Как некоторые Писатели Заболотский Вел себя Повторяю достойно В этой абсолютно Экстремальной Нечеловеческой Ситуации Он повторяю Ничего не подписал И особое совещание НКВД То есть Внесудебный орган Суда не было Внесудебный орган Дает ему довольно Мягкий приговор Потому что там Собственно не было Составов преступления Довольно мягкий Пять лет Из правительных лагерей Пять лет Вот то же самое Что Мандельштам получил Ни за что Кстати в лагере Уже будучи в лагере Он с изумлением узнал О награждении Тихонова Орденом Ленина В 1939 году То есть Тихонов остался Классиком на свободе Они вообще убрали Тихонова из этого дела То есть Нужно было просто Сбить какую-то группу Как бы глава заговора Остался на свободе Вот это один из парадоксов Этого безумия 30-х годов Итак 2 сентября 1938 года Постановлением Особого совещания Он получает Свою пятерку Нельзя сказать Чтобы Писательская общественность Осталась равнодушной К Судьбе Заболоцкого В 1939 году пишутся письма Фадеев подписывает письмо Фадеев Тогдашний генсек Генеральный секретарь Союза Писатель Подписывает письмо В защиту Заболоцкого Адресованная Прокурору СССР Характеристику На Заболоцкого Подписывает Гитович Зощенко Каверин Тихонов тот же Антокольский Из москвичей Осеев Чуковский Почти Уже готовится Пересмотр дела Но Лисичевский Дает еще одно Крайне отрицательное заключение И пересмотр Откладывается Вернее Он получает Отказ В пересмотре дела Хотя в это время По радио Читают Некоторые Из его сихотворения 30-х годов Вот еще один из парадоксов Этого времени Сихотворение Седов Он слышит в лагере Читаемое по радио Ну Какова дальнейшая судьба Он Попадает На лесоповал На Дальний Восток Как это первоначально Предполагался Магадан Но видимо Вот тогда Начиналось строительство Комсомольска на море Он попадает на Дальний Восток Он проходит Все круги ада Землекоп Чернорабочий Лесоповальщик И наконец По странной случайности Судьбы Вот я говорю Что он все умел делать Потребовались чертежники В Комсомольске на море Когда их переводят В Комсомольске Там было много перемещений Но вот одно из перемещений Это Комсомольск на море Потребовались чертежники И он Не будучи профессиональным чертежником Сделал шаг вперед Его по ночам Потребовались чертежники Соловей И лесное озеро Видимо Они были начаты еще До заключения Больше он не пишет За эти годы Ни строчки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok